с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 17 июня всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой она коснулась уже более 40 процентов от всей земной поверхности затронула жизнь более двух миллиардов людей каждого третьего человека в мире и эти люди вынуждены жить сейчас на засушливых землях и просто в пустынях но и проблемы связаны с этим только к сожалению плодятся у родившихся 1682 год в этот мир приходит шведский монарх карл 12 взошел на трон после смерти отца карла 11 возрасте 15 лет и спустя три года начинает многочисленные военные компании с целью сделать швецию доминирующей силой в северной европе ввязавшись в северную войну карл 12 поначалу добивался некоторых успехов победив в частности армию нашего петра под нарвы за что карла назвали военным учителем императора петра великого 36-летний король погиб у норвежской крепости фредрикстен пуля выпущенная из мушкета была то ли шальной то ли предательской ведь бывает и такое 17 июня 1882 год рождается игорь строинский один из крупнейших русских композиторов известность строинскому принесла музыка к балету жар птица написанная по заказу сергея дягилева тем удивительный был прием оказанный балету который приехал с гастролями в вену переселившись из петербурга в европу еще в 1910 году он трудно шел ко всемирной славе венский оркестр враждебно воспринял творение строинского музыканты пропускали репетиции говорили что это грязная музыка всячески саботировали работу но теперь он гений 1903 год рождается михаил светлов советский поэт автор гренады и каховки лирической пьесы 20 лет спустя его жизнь была полна парадоксов один из первых комсомольцев он был исключен из комсомола веря высокие идеалы революции он никогда не вступал в партию дошел до берлина в сорок пятом но был невыездным и никогда не видел той самой гренады которую прославил на весь мир нет жизнь моя не стала ржавой не скудела бытие поэзия моя держава я вечный подданный ее не только в строчках воспаленных я дань эпохи приношу пишу для будущих влюбленных и для расставшихся пишу события дня 1885 год в гавань нью-йорка вошел французский фрегат на его борту находилась статуя свободы созданная французским скульптором фредериком агюстом бартольди знаменитый монумент который сегодня знаком каждому для удобства транспортировки был разобран на 350 частей и упакован в 214 ящиков по взаимной договоренности америка должна была построить пьедестал а франция придумать статую и установить ее сша однако нехватка денег ощущалось как бывает в таких делах по обе стороны атлантического океана во франции благотворительные пожертвования наряду с различными увеселительными мероприятиями и даже лотереей позволили собрать 2 миллиона 250 тысяч франков в соединенных штатах для сбора средств проводились театральные представления художественные выставки аукционы и даже боксерские бои в 1924 году в москве начинает работу пятый конгресс коминтерна 49 компартий планеты представляют 504 делегата конгресс берет курс на большевизацию компартии победы еще нет докладывал григорий зиновьев и нам предстоит еще завоевать 5 шестых земной суши чтобы во всем мире был союз советских социалистических республик планы были как мы теперь понимаем невероятны 1930 год с конвейера сталинградского тракторного завода сошел первый колесный трактор мощностью 30 лошадиных сил через два года с конвейера будет уже сходить 144 трактора в сутки до 1961 года именовался сталинградским тракторным заводом имени дзержинского завод был построен в числе первых промышленных объектов возведенных по планам ускоренной индустриализации ссср принятым в конце двадцатых 1934 первый испытательный полет крупнейшего в то время в мире самолета ант-20 максим горький он весил 42 тонны и развивал скорость 260 километров в час крыло максима горького имела такие размеры которые позволили разместить внутри его служебное помещение фото и кинолаборатории а также каюты размах крыльев достигал 63 метров внутренняя связь на самолете осуществлялась автоматической телефонной станции аж на 16 номеров по тем-то временам 1967 китайская народная республика объявляет об успешном испытании своей первой водородной бомбы китай становится четвертой термоядерной державой в результате взрыва китайской бомбы выделилась 3 мегатонны энергии всего до 1996 года полигон увидел 45 испытаний сейчас китай владеет ядерными средствами мирового масштаба это распространяется на наземное морское базирование 1969 победив тиграна петросяна в матче на первенство мира десятым чемпионом мира по шахматам становится борис спаски 72 в реки авике он уступает титул роберту фишеру но до нового матча за шахматную корону спас кому не суждено было добраться анатолий карпов выиграл у него в 74 полуфинальный претендентский матч 1972 разразился ортергейтский скандал двухлетний политический скандал сша который закончился отставкой президента страны ричарда никсона единственный за историю сша случай когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей в этот день в штабе кандидатов президенты от демократической партии джорджа макговер на расположенном в вашингтонском комплексе оторгейт были задержаны проникшие в отель пять человек они-то и занимались настройкой подслушивающей аппаратуры и по некоторым данным даже фотографировали внутренние документы штаба демократов ай-яй-яй ну и самое последнее 1988 год на экраны сша выходит фильм красная жара в котором арнольд шварценеггер играет советского милиционера с пламенным сердцем ивана данко фильм был создан в 1988 году когда наметилась потепление отношений между сша и ссср лейтмотив красной жары за железным занавесом тоже оказывается есть жизнь кстати московские сцены в основном снимались в праге и по большей части венгрии по этой причине большая часть так называемых россиян в этих сценах была сыграна венгерскими актерами единственная московская сцена снятая в москве это шварценеггер идущий по красной площади эта сцена стала легендой съемочная группа полгода пыталась получить официальное разрешение снимать на красной площади но в конце концов им было отказано и внимание шварценеггер вместе с несколькими людьми просто прилетел в москву чтобы снять несколько секунд сцены ручной камерой полуподпольно съемки продолжались в общей сложности пять минут после чего на протяжении трех часов шварценеггер которого многие естественно узнавали по фильмам из первых видеосалонов раздавал автографы общался с поклонниками такая популярность дорогого стоит с вами был николай пивненко в проекте дата